Итак, у нас сегодня четвертый урок нашего курса скорочтения для чайников и тема этого урока как повысить уровень концентрации. Поехали! Итак, есть такой специалист в области развития мозга, в области тренировки памяти, скорочтения, основатель и человек, который ввел такой термин майндмапы, это Тони Бьюзен, специалист, который более 40 лет в Соединенных Штатах этим вопросом занимается. Так вот, он представляет такие причины низкой концентрации. Во-первых, это бедный словарный запас. То есть, есть определенное количество часто употребимых слов общих, то есть, это не специальные термины, общие слова. Так вот, если у человека такой общий словарный запас достаточно низок, то чтение любого текста для него представляет сложность. Как с этим проблемам бороться? То есть, не нужно останавливаться, не нужно начинать размышлять про то, что значит это слово, сразу лезть в словарь. То есть, надо быстро читать, подчеркивая все незнакомые слова. Потом, одним махом, то есть, в целом, открываете слово и все слова эти просматриваете. Другая проблема, трудности с восприятием понятий, то есть, когда вы какую-то специальную техническую литературу читаете, не обязательно техническую, возможно, какую-то деловую, то есть, узкоспециальную, где есть свои терминологии, где есть свои понятия, которыми владеют специалисты, то у вас могут возникнуть трудности, если вы этими понятиями не владеете. Как с этой проблемой бороться? Во-первых, нужно просмотреть всю книгу, то есть, просмотреть оглавление, примерно структуру в голове построить, где о чем будет говориться. Возможно, множество терминов из контекста будет понятно. И также быстро читать, подчеркивая определенные слова, накидывая на вот этот скелет, на структуру, основную информацию. И далее тоже взять словарик, просмотреть термины и прочитать еще раз, уже владея терминами. То есть, усвоение при этом будет намного лучше, если вы, в сравнении с тем, что если вы просто читаете, останавливаетесь, смотрите термин, немножко додумываете, долгий очень процесс, намного быстрее, намного эффективнее будет. По два шага это дело все сделает. Низкая скорость чтения. Еще одна причина низкой концентрации. То есть, есть определенный объем информации, которую мозг человека может в секунду воспринимать. Вот, я здесь не ошибаюсь, 126 байт, по-моему. Да, вроде так. Так вот, во-первых, во-первых, если вы читаете при низкой скорости, то вы этот объем задействуете только на 5, максимум на 10%, соответственно, ваше все внимание распределено. То есть, ваш мозг, он не полностью нагружен и приходится параллельно заниматься еще чем-то. То есть, если у вас включен телевизор, то вы именно половину будете слушать телевизор. Если вы там сидите в библиотеке, то вы будете отслеживать, какие там миграции людей происходят в библиотеке. Кто зашел, кто взял какую книгу. Ну, причем, периодически ваше внимание будет переключаться, и понимание будет низким. Вы будете, когда возвращаться к тексту, забывать, о чем читали. Вся эта проблема решается, когда вы читаете очень быстро. То есть, все ваше поле внимания, оно направлено на извлечение информации из текста. Понятно, что распределение внимания это такой биологический процесс. То есть, идет он из глубокой древности, когда была опасность, что на человека нападут там дикие звери и так далее. То есть, определенный уровень внимания должен был контролировать все, что происходит вокруг, чтобы в случае чего мгновенно бежать или мгновенно вступить в битву. Сейчас такой проблемы, особенно в библиотеке, например, или в вашей комнате, когда вы один и читаете, такой проблемы нет. Поэтому можно все ваше внимание направить на вашу цель, на чтение. Рассеянное внимание. Рассеянное внимание, когда вы не можете на тексте сконцентрироваться, то есть, если у вас там, допустим, включен мобильный телефон, и вам периодически звонят, или вы думаете там о том, что неплохо бы этому другу позвонить, или вот сходить туда-то, или сделать вот такое-то дело, решается эта проблема следующим образом. То есть, вы выделяете час, к примеру, на чтение, выключаете мобильник на этот час, если есть какие-то, хотя бы ставите беззвучный режим, если есть какие-то дела, которые невозможно отложить, их вы быстренько делаете. То есть, час времени вы чтению посвящаете. Может быть, это полчаса. То есть, вас внешний мир отвлекать никоим образом не должен. То есть, вы должны полностью погрузиться. От этих полчаса или часа результативности намного больше, чем если вы будете 4 часа сидеть, периодически отвлекаться по мобильнику, кто-то позвонил, вы уже отвлеклись, уже не помните, что было в начале, либо какая-то мысль пришла, что надо что-то скачать там или кому-то имейл отправить. Вы бежите к мобильнику, отправляете этот имейл. В общем, получается так, что куча времени прошло, а существенного ничего так и не сделали. То есть, проще разделить на временные блоки и в этих временных блоках все проделать. Так, следующая низкая организация процесса чтения это то, что нужно все приготовить. То есть, карандаш, если вам он нужен, чай, чашку чая, если вы хотите пить во время чтения. То есть, весь ваш рабочий стол должен быть приготовлен. То есть, чтобы не отвлекаться, не ходить, когда вам захотелось какое-то слово подчеркнуть, не ходить за крючкой, отвлекаться. То есть, все на вашем рабочем месте должно быть под рукой. Температура определенная, то есть, ни жарко, ни холодно. Если света не хватает, то заранее позаботиться о том, чтобы светильник принести. Это достаточно освещенно скручить. И так далее. Я надеюсь, понятно. Отсутствие интереса. Отсутствие интереса бывает, когда у вас нету особой цели. Как, в принципе, отсутствие мотивации. То есть, для учтения, в принципе, есть, с моей точки зрения, две причины, по которым можно читать. То есть, либо это получение удовольствия, когда вы какую-то художественную литературу читаете. То есть, какие-то мысли подчеркиваете, удовольствие от самого произведения получается. Ну, примерно так же, как на фильм сходить. То есть, это отдых, это удовольствие. Соответственно, у вас интерес есть, вас сюжет захватывает. Если вас сюжет не захватывает, художественную литературу такую читать не смысленно. То есть, если вы удовольствие от этого не получаете, а читаете только, чтобы там убить время, то это достаточно успоко. То есть, читайте то, что вам нравится. Классика, в принципе, нравится практически всем. Другая цель чтения – это получение какой-то информации. Вот здесь как раз все приемы скорочтения великолепно работают. То есть, когда ваша цель – извлечь из книги максимум информации за ограниченное количество времени, то вот все приемы скорочтения здесь как раз великолепно работают. У вас должна быть цель, что вы хотите извлечь из данной книги или из нескольких книг. То есть, когда у вас есть цель, вы в книге ищите ответы на эти вопросы, параллельно какие-то интересные моменты обнаруживая, параллельно получая дополнительную информацию, то есть, просматривая, структурируя в голове. То есть, полезная информация для какой-то работы, карьеры, досуга и так далее. В принципе, больше причин для чтения я не вижу. Ну, либо по работе. По работе какие-то документы, какую-то информацию. Но в них тоже цель определена. То есть, за минимальное количество времени, допустим, договор полностью просмотреть. То есть, найти все подводные камни, найти все основные моменты, основные условия и так далее. Я надеюсь, все это понятно. Итак, ребят, спасибо. У нас еще два урока осталось. Что сделать с пониманием, как его увеличить. И внешние атрибуты. Я надеюсь, урок вам понравился. Всем спасибо.